Падать самбо приходится часто. Бросок, еще бросок. За одну тренировку раз 300-400. Руслан Аскеров тренируется уже 11 лет, и за это время падать ему приходилось миллион раз, не меньше. Каждое падение – это стимул стать и победить. На первенстве России по самбо в Кстово он вышел в финал и оказался в шаге от победы. Борьба шла трудно, учитывая то, что поехал с травмой. Руслан выполнил норматив и получил звание кандидата в мастера спорта России по самбо. Звание и медали добился ежедневными тренировками, а то и дважды в день. Сто турник, сто брусьев и сто раз на правой левой руке отжимания. Легко? Да. Дзидо – самбо, самый лучший спортер. Самбо воспитывает волю, характер. Подготавливает к жизни. В принципе, может на улице пригодиться, если будет неприятная ситуация. Иван Терещенко занимается борьбой с 9 лет. Ежедневная работа над собой – дело привычное. На первенстве победил в четырех схватках из шести, занял пятое место. Конечно, мог бы и лучше. Даже тренер мой говорит так, Аскер Харманов Сибыч. То, что мог бы лучше. Ну, как бы хороший стимул тренироваться дальше, еще лучше. Надеюсь, все получится еще в следующем году, даже в этом. Быть тренером – значит жить победами своих воспитанников, вести их высоким результатом, настраивать и учить идти дальше, после поражений. Задача сложнее, если тренер по совместительству отец. Я не ожидал такой уровень России, потому что Россия действительно очень сильной стала. То есть, один спортсмен – лучше, и другие. Конечно, всегда сложно тем, что ты свой сын, ты немножко, может быть, и пригоняешь там слишком строго. Мы понимаем друг друга, но вот и поэтому есть маленькие результаты. Надеюсь, что достигнет и он не остановится, и все другие тоже. Анапские спортсмены вошли в состав сборной России по самбо и в ее составе летом поедут на первенство мира.